друзья всем привет может быть кому-то это видео будет интересным после одного сезона эксплуатации решил разобрать свой электроподъемник seapro elp01 посмотреть что с ним творится сезон у меня лодка точнее пол сезона лодку меня было на водоеме вообще не доставал поэтому и подъемник почти всегда был но механизм электроподъемника почему почти всегда были в воде лодка рип поэтому она осадка достаточно серьезная но и все механизмы считай плавали сейчас разберу посмотрю что в нем происходит если в нем жидкости слезть то будем принимать меры посмотрим что со смазкой в начале сезона я забил полную в масленку заколотил очень много масла не знаю что там творится сейчас разберем посмотрим так вот мотор поднял даже не снимая решил не снимая двигателя решил операцию произвести сам подъемник механизм я уже отсоединил здесь такая палец палец установлен и вот здесь он крепится этот палец вытащить не выколотить не смог так достаточно мощно запрессован поэтому решил что этого достаточно будем дальше разбирать электропитание отключить есть немного воды но этот это вот соединение вот это но всегда у меня было в воде постоянно плавала вообще удивлялся как там ничего не замкнет но вот достаточно герметичная но вот немножечко воды все-таки в него проникла надо будет контакты почистить и смазать ну вот сам электродвигатель снял в принципе внутри ничего криминального нет смазки я подзабил не знаю много это или нет может быть так и не должно быть но крайне воды здесь точно не наблюдается вот сейчас пойдем дальше где сам червячный механизм шланчик вот снял и оказывается да в корпусе в самом очень даже много воды столько вытекла подстава сам он не очень плотно видимо прилегал к штуцеру вот к этому дошла чик для са для того чтобы корпус мог сообщаться с атмосферой он выведен под колпак из-за того что здесь вот не герметично ой блин вот вода до этого надо все разбирать нету всю воду выкачивать только не знаю как все это еще снять конечно же будем разбираться когда крутишь в общем когда крутишь его после чем против часовой стрелки вот выкручивается и все дальше не выходит я не знаю может быть надо сам этот стакан зажимать чем-то блин понять не могу как эта штука разбирается но разобрать однозначно надо потому что воды там пипец просто посмотрите сколько воды ужас блин вообще на весь полный до съездил домой перекусил заодно взял вот такой ключ второй номер попробуем может быть зажать это место покрутить за сам механизм не знаю правильно или нет но блин по-другому я придумать не могу весь интернет перешел стил никто такие ролики не снимал никто не показывает как все откручивается да ключом нифига короче только корпус царапает и все здесь здесь были как разобрать вот этим ними не льется жопа выкрутил две такие заглушечки через шестиграничек в корпусе и вот там видно что уже ржавчина на штоке есть то есть не зря стал я разбирать бренда на камеру да тоже на на видно вот так что такое дело блин как-то надо в любом случае добывать воды ваще 6 он из нижней тоже течет так вот ребята через этот штусор нужно точнее трубочка вот это вот это более герметичен тут устанавливать приклеивать что ли я даже не знаю зажиму зажимать хомутом это однозначно не было не зажат втулочку достал все вроде четко все смазано воды в этом месте нет где вот шток только вода сюда не добралась в электродвигатель тоже нет это уже радует посмотрим почему разобраться так и не смог как ее раскрутить но в общем следующее сделаю через это отверстие сейчас на шток буду в дэшкой попрыскаю буду закручивать на такой закручивается вращаешь весь шток так обработаю солью потом через эти же отверстие всю эту хренатень набью смазкой через масленку через эту даже чтоб отсюда выпирала в общем еще раз все прокручу и вот таким вот образом думаю что решил вопрос не должен шток окислиться в принципе лишнюю жидкость должно выдавить но на следующий год поставлю сюда хомутик и все проблем думаю что не будет с проникновением влаги вовнутрь корпуса здесь тоже все вычистил все вроде нормально пор закрутил наклонил опять вытекает говнище со штуцера в дэшках перемешку с водой жестко так это упор получается это все на какое-то у меня есть шприцовчик с хорошей смазкой сейчас мы набьем ее в корпус и попробуем прокрутить вперед-назад посмотрим что еще влагу выдавит вот и я думаю что на зиму наверное я не буду закручивать эти отверстия пускай они будут открытые с помощью сохнет снизу полезла сюда выпирает надо вот я все-таки заглушить пока что подумал что накачал конечно без установленного электродвигателя в общем это делать не рекомендую ну и блин все выжило ладно все буду обратно делать в общем как смог так смазал всю влагу удалил до несколько раз ту штуку прокрутил вперед-назад шток весь сейчас полностью в смазке тут старую смазку заменил тоже на новую за при за шприцевал поэтому не знаю оставлю этот штуцер ну шланчик не буду одевать пускай зимует с открытым штуцером потом посмотрим так воде вроде влаги больше нет разобрать так и не смог до конца эти две заглушки посадил на она и роб на всякий случай моторчик все у нас обслужен шлицы смазаны все здесь смазана почищена цилиндры законсервированы ребята если у кого то есть опыт разбора подобных электроподъемников напишите пожалуйста в комментариях как ее откручивать или может быть кто-то уже видео записывал скиньте ссылку на видео очень хочется посмотреть думаю что все таки перед следующим сезоном я ее разберу как следует но за зиму принципе не должно ничего не произне ничего произойти все в смазке воды не так что думаю что подъемник перезимует как бы в хорошем состоянии все всем пока если ссылка будет буду очень признателен